итак всем привет утро второго нашего дня вот нас вчера сняли кучу видео сегодня еще больше с ними как всегда утром и начнем с ответов на вопросы мы тут кое-что себе выписали я забыл как этого парня звукового именно парня парня как кузову александр пиле александр пиле его начнем да мы наверно как бы посвятим ответы на вопросы александру пиле и вам где-то в ростовской области руин говорит вообще ну я я могу так сказать реальный респект человеку я думаю тот кто имеет дело какое-то в работе с таким человеком вот я как бы рассуждает того что человек комментирует и как вот мыслит он здраво да это ну мало людей до которых я встретил или познакомился которые были в состоянии вообще читать ход моих мыслей наперед и вот человек как вот он думает он да вот я вижу что он просто читает мои мысли да то есть человек видно что очень разумный огромный респект то есть за это тоже затронем видео то есть как бы да когда смотрел на ролики где говорят вот мы строим дом по немецкой технологии а я сижу и смотрю понимаю что он олень северный потому что этот человек во первых у него нету строительного образования да и он не может понимать допустим такой момент как строительная физика и дом который находится в германии совсем на другом часовом поясе он не может быть как бы именно тем домом который должен быть построен в россии и совсем на другом часовом поясе то есть надо использовать допустим тех технологии но прежде чем построить дом по немецкой технологии да это надо строительную физику расчет этой стены сделать то есть чтобы узнать потери чтобы как вот написал там александр своем комментарии мы горит и так горит улицу хорошо и красиво умеем горит вот так грей да у нас сегодня сувимом была такая дискуссия с ускажу вам так сейчас мы начали утро это для кого-то утро сейчас уже два часа дня я получил уже такую гору информации что очень даже это самый лучший заворачиваю да поэтому давай поснимаем чуть-чуть потому что уже все ладно да и вообще человек когда работает своими руками показывает видео да мы не хотим никого троллить ни в коем случае там или говорит вот он здесь сделал неправильно или он здесь сделал неправильно хотя если начну я оценивать по немецким стандартам каждое видео это надо весь youtube русский вообще полностью закрытие убрать то есть мы хотим с того что есть в ю тубе каждый кто себя хочет показать забрать только самое лучшее и вот это самое лучшее если каждый к себе возьмет только самая лучшая да вот парень не курит не пьет работает у него семья отличная вот что самое лучшее и этого парня надо учиться в нее стремление к знаниям и и парень он осознает вот он вот он вот до конца упирается нет и потом он все он признает что да это так и вот вот это качество что человек признает сделал вот таким сейчас есть поехали так потом следующий вопрос по поводу пидорасов и пьянство данную вещи что я сначала здесь написал так гей вообще вещи в жизни надо своими именами называть пидорасы и пьянство пидорасы защищены законом германии пьянство в германии немцы это как бы такие же алкаши как бы вообще по поводу пидорасы ческой нации скажем сейчас затронем то есть мы на эту тему это затронем видео до пятерастическая нация кто и что как бы отдельному видео с ним то есть мое мнение да то есть есть на свете на нашем земной планете как бы всего лишь одна единственно пидорасы ческая нация и они ему короче тоже поговорим о пьянство не пьют единственное не пьют водку они пьют пиво галимарочка сделать непонятно мы сейчас не имели ввиду немцев или там таджиков но когда фильм выйдет все поймут и все скажут да это действительно где-то действительно самая пидорастическая нация под словом нация не надо к этому цепляться я хочу просто категории этих людей это одна единственная нация ей просто может быть как-то коллективно мы выдарим все сделаем хватит название давай следующие то есть немцы пьют пьют так что они ссаться вот он реально сидит он может даже обосаться и как бы они культурные то есть там есть еще такое да люди как вот по русски называют плюшки до этих людей которые занимаются собирательством то есть на обществе они такие чувству ли все я не знаю если бы закинуть видео как у них хаты у них хаты и когда вот их выгоняют с квартиры камазами вывозят мусор вот реально они не ходят не в унитаз посрать они ходят в углы в комнатах посрать то есть такие тоже есть это это эти это они называются месси эти люди называются месси как они живут они все копят они из дома мусорные то ему вот вынести из хаты мусор это жопа ты представляешь год пожить из дома мусор не выносить год люди живут так по 20 лет в одной квартире они вот да вот у него пакет с мусором он его туда под потолок запихнул пароход у него в комнате есть это короче жесть то есть такие вот даже есть еще категория по поводу там был один комментарий, недельная оплата и кидок, что если я отработал неделю, мне не заплатили, то смысл дальше, то есть Германия немножко другая страна про поводу оплаты я тоже расскажу, то есть там все идет на официальном уровне, кидок то есть мы называем вещи по-русски у них это называется официальный договор, но как бы чтобы понять это вот простой пример, вот ты представь себе бокс, вот ты представь себе бокс, вот ты сейчас выходишь с Виталием Ключко на ринг как ты думаешь, через сколько минут ты будешь лежать в кого? ну быстро, от тебя зависит ну понятное дело от тебя не зависит, зависит от Виталия, то есть тогда когда Виталий захочешь, чтобы ты лег, ты будешь лежать, то есть вот это вот реальный договор строительной компании с тем человеком, который не знает немецкого языка и не знает то есть он тебя будет держать ровно столько, сколько ты можешь у тебя деньги нет, да ты заработал червой, он смотри, скажет ну на, вот сейчас тысячу евро и как бы ты дашь, о, мне дали тысячу евро зарплату я всего лишь 1200 получал мне всего лишь аванс дали тысячу, у меня еще там 9, так он точно заплатит ничего не заплатит, короче как это мы за это снимем видео ну это давай так ты даже про менталитию спросите рассказать, что там там все, я тебе объяснил как выглядят, там все договоры не, да, люди вообще не понимают извиняюсь там, то есть договор, официальный договор ты поставил подпись то есть тебе заплатят деньги ты в это свято веришь то есть они же тебе говорят договор ну, как бы по поводу договора да, если договор составляет вообще крупные объекты, да когда крупные компании там договор может составлять на строительство какой-то допустим школы или здания или очень большой компании когда там идет о 10 миллионах евро договор может составлять 10 папок короче 10 вот таких папок и каждый листок надо прочитать все что где есть подозрение марки тут маркируется сразу красной пастой то есть это потом за договор будут разговаривать с маленькими то есть когда нанимают очень маленького предпринимателя и п ему тоже делать договор там 10-15 страниц там все написано все написано так что даже тот который очень слабо немецкий язык понимает да он читает и вроде думать да все хорошо на самом деле это договором читать между строчек то есть для меня я у меня был такой момент когда вот ходишь на замер да на первое знакомство с людьми вызывает человек женщина меня игорь час подожди придет мой знакомый она хочет присутствовать при нашем разговоре надо было ей там стену несущую сломать убрать и когда я рассказал все он стоял слушал он горит а договор то есть германии постановка есть закон вот закон стоит выше любого договора то есть мы с тобой можно с молоком матери это мы можем чтобы договориться о всем чего угодно но если наш закон наш тобой договор будет идти в разногласии с законом что делает судья когда доходит до суда он все договора убирает может закон на стол я ему говорю имею ну тогда вот если это так на самом деле выглядит у меня то есть образование уже я говорю смысл на сейчас договор то есть чем больше страницу договоре тот целый this договор приносит значит тем сильнее я подумал как мне тебя по-немецки называется перетащить на другую сторону то есть объебать по-русски а у меня цели как у порядочного человека нет у тебя объебать я хочу сделать свою работу и получить за это деньги поэтому у меня нету с тобой да как бы на тот момент я не делал с частными людьми я сейчас не делаю как бы устного договора достаточно то есть я сделал работу ты должен за это заплатить все я даю единственное что это работа такая-то сумма человек не ставит подпись никаких пунктов там пункт 11 пункт 10 15 я ничего не делаю когда этот человек послушал меня то есть я ему объяснил что это все но берется договор в договоре говорится просто если работа сделана качественно ты обязан в течение двух недель заплатить если работа сделана некачественно я ее должен переделать после того как я ее переделал в течение двух недель ты должен заплатить то есть это по поводу того недельной оплаты там нету такого в течение двух недель ты должен заплатить если я хочу чтобы ты мне заплатил быстрее я тебе предлагаю следующий момент сделка я тебе на ту сумму которую работу сделал делаю скидку допустим 3 процента от этой суммы ты мне должен заплатить через трех дней право твоем воспользоваться ты или нет если ты хочешь 3 процента у нас ну ты знаешь прекрасно вообще вот все что ты говоришь люди сейчас смеются там за экранами у нас даже русский человек такого не понимает то есть у нас есть конечно договоры если у нас прежде всего ты сам понимаешь у нас больше ну чем договор устная как бы ну решать а там все поэтому это зависит от чего это зависит от личного ну а этот менталитета нации зависит нет все это не так поверь мне если ты сейчас придешь у тебя начнутся какие-то трения да как было и это до сих пор есть на нем а уберут людей со стороны приходят люди с собой составе которые решают эти вопросы на своем уровне так криминальном уровне приходят люди своей стороны приходят люди оттуда то есть это все делается конечно за деньги вопрос на устром что говоришь ты что говорит о потом они приходят к согласию то есть а ты можешь говорить он не должен тысячу рублей а тот говорит нет я ему должен всего 500 то здесь такое разногласия когда у тебя на бумажке стоит сколько он тебе должен тогда этого разногласия нету и он тебе должен вот у меня был судебный до момент когда я тоже только вот по честное слово руку то есть вот этот принцип когда человек хочет заплатить ему по-любому заплатит мне судья сказала да а почему у тебя нету на бумажке ну там я короче его наказал то есть за это я видео тоже сниму человек попытался меня кинуть я ему просто посадил на бабки как бы потому что мне мое образование оно дало преимущество в том что у него не было этого образования то есть я учатся учат же то есть учат закон да закон что такое закон позволяет говорит о том как то есть как учат гима не да они учат тебя закону которым ты пользуешься чтобы тебя не кинули то есть я строитель я являюсь не заказчиком но у этого закона я же русский у этого же закона есть обратная сторона и ты начинаешь читать между строк и я это просто вот когда матрица вот это когда там все эти бегут и вот я вижу в этом законе обратную сторону то есть мое преимущество как я любого могу наказать если он мне не хочет платить деньги хотя этому не учат понимаешь они просто не об этом то есть у них за ровно законно послушать то есть о том что как кидают я могу я понимаю то есть как я могу поступить в принципе с любым с кем я захочу не заплатить день понимаешь учат выбивать деньги законным путем и а как бы вот эти пробелы что надо сделать саму чтобы другой не получил то есть они автоматически прибавляются к этому и то есть если человек порядочный он это не делает а есть люди которые непорядочные ну представь я уже сняли за налоги сколько надо продать уже видео 400 германии у нас еще будет часть 2 да там я говорю на эту тему можно столько продолжать это мы не на пять лет вперед да в общем ладно выводы свои уже сделали давай следующий вопрос да то есть это надо терпение терпите пожалуйста потому что это огромный я не что смотри даже я все понимаю только потому что я слышал двухчасовую лекцию до этого люди этого не слышали и сейчас будет такая же потеря информации сильно поэтому лучше вообще давай тему этого не трогать да так по поводу натяжных потолков как бы вам надо дождаться видео про строительную иерархию но может а в первом ответе делали в этом первом но мы его так и не выставили не планом видео не видно наш выйдет она выйдет то есть натяжных потолков я не делаю предложения были же мнение интересными электрика сантехника то есть это очень высокооплачиваемая работа в германии но я не делаю я не электрик не сантехник то есть для себя дома я сделаю для того чтобы это предложить на продажу для клиента мне нужно то есть как бы воспитана уже так если у меня нету теоретических знаний и нету расчета не просто раскидать ты должен посчитать человеку электроэнергию которую тратит и не может взять другой кабель другого сечения пусть то будет намного больше забираться электроэнергии то что я знаю от электриков то есть ты должен то есть было которые приходили а здесь такие провода накидают приходит электрик вы чё это не пойдет все провода сбивают из короче тянут сами сантехника та же самая песня то есть это вещи которые как бы нельзя положить канализацию не рассчитав ее да я говорю по-немецки вот я наш я получил то образование я не могу думать а знаешь называется пималь даумен то есть дома это вот палец а пи это число пи 3 3 15 умножить на вот этот палец поднять кверху она ветер дует что направление все мы едем туда нет то есть там все связано с расчетами если расчеты не соответствует то есть чтобы положить эту трубу должен быть расчет что у тебя вода уйдёт это труба достаточно для того чтобы уйти точно также пал или лежит кабель у тебя должен быть расчет что этот кабель он состоянии выдержать электроэнергию вот все как бы больше о ничего palabras не электрик pronouns сожалению что я не электрик и не сантехник как могу стать у есть у меня возможность время к сожалению нам отведено в жизни не пищу не афона до вас следующем качество строительных работ эта тема до я сейчас объясню давай не скажешь остальных работ быстро мы сейчас ответим да на это то есть люди что спрашивают я просто перевожу потому что ты уходишь в дебри я перехожу я перевожу то есть люди людям интересно то есть действительно ли я я я я знаю что хочу спросить просто вот как здесь потолки допустим у меня вот как качество работ в моей квартире 2 и среднестатистической немецкой на германии да там него то есть там такого есть он такой ли то есть не заморачиваются ли на всякий шум на покрашенные потолки которые там ты сам знаешь как делаются шлифуются короче давай давай я со своей точки этот шумоизоляция гидроизоляция все делается на высшем уровне вот оптическая отделка то что получается в конечном итоге даже у то что мы видим сейчас у ruvima это как бы можно просто сравнить взять русскую женщину которая за собой смотрит и взять немецкую женщину которую за собой смотрит вот если вы у меня спросите кого бы я хотел да я сказал котич только русскую уже назад на нее постоять она ну бомжара дот как бы не то что у людей нету вкуса у них просто на это не остается денег вот реально у них не остается денег у них все деньги высасывают все этапы до черновой отделки деньги все высосаны она малярку и в любая строительная контора говорит отчетом он взял валик накатал в краску намазал все чуть живи ты на этом сэкономишь на в тысячу евро последний который у тебя остались она строительство дома у них уходит полмиллиона и на малярке вот теперь это стоит короче да если мы делаем будет стоить 5000 ну или ты сделаешь купишь краску 500 евро потратишь конечно лакова экономлю я хоть в этом месте экономлю он уже там на 25 лет или на 40 лет пограться за своей ипотеке там где он только только за ипотеку будет ну то есть вот эти все эти проходят или клавиши общего отключения я не видел может быть там в элитных каких-то да может быть делаю да не знаю я не электрик понимаешь то есть я захожу если на объекты захожу только после я не про яснил андрей полярка реха шоковый ом прошел гарри хорошо 10 теплые полы как бы ну то есть не делает там люди так ну в общей массе то есть я теплые полы делают имели нет и ты в квартире ты я у тебя просто поинтересовался у тебя батарея не вижу батареи ты снес перегородками балкону между балконом и и квартиры поэтому там должна быть перегородка так как там должен быть оконный проем я из этого поинтересовался что ты сделал в батареями ты ее перевел в теплые пары для этого надо там стабилизаторы воды и как тонн объявляет электрический электрический да вот и мне ответил когда это здесь так 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 что здесь качество строительных работ качество строительных работ игру малярка отстой просто у людей на это реально нету денег то есть это не называются это там когда мы видим все вот эти ролики и дать тупо зашпакливали стыки так намазали даже поклёта все ходит маляр вот он помазал он даже не пошлифовал на поверху покрасил ну говорят это что это нормально скажи либо платить и сейчас денег в час а мы мы с вами ли я я я я представляю что это такое то есть вот скажи мне но есть в любом случае есть же дома где как бы делается все по уму но это как бы я разда гораздо выше среднего по качеству очень хорошо и до момента внутренней чистовой отделки чтобы грубо говорят дом был и дно как бы то есть идеально делают коробку крышу электричество штукатурка делается довольно то есть есть разные бригады то здесь зависит от их квалификации то есть если строительная компания взяла плохую бригаду то как бы соответственно результат есть который штукатуры работают по 20 лет игру они без маяков тебе так такие стены делают что то что здесь маяки ставишь для них это поняшно не смеются то есть вот эта безмаячная штукатурка кидает машины стягивать я грунт в миллиметр стягивать то есть те которые делают стяжку плиточники есть хорошие есть не очень паркет который ложит как правило спицы как правило спицы окна устанавливают тоже а вот именно малярку гипсокартон отдают хозяину дачу ты два листа сам купитом шуруповерт дреза за не знать 10 евро два листа закрути подмаш покрась то есть это дают человеку да и его убеждает что это легко на самом деле и вот как красят он берет как у меня родственники дом красили до картон когда делали приехали там родственников с германии этот дядька попросил приедет и помоги он знал что у меня фильм я делал картона тут но это был шестой год еще приедет помоги ну хорошо в субботу мы встретились они по не сидели уже короче на это докидались воскресенье они планировали поработать или нет это было в пятницу субботу они планировали поработать в воскресенье заработать и в воскресенье они хотели короче еще в субботу добавить воскресенье домой я просто зашел их там было четыре человека и гнучок как вы для тополя чем вы делали приехали ну вот приехали помочь там короче картон закрутить чердак короче обделать до картон и на первом этаже перегородки поставить 4 перегородки 4 длинных проема я говорю сколько времени надо ну вот короче мы четвером это делали две недели короче вот как только он это сказать больше не хотел слышать две недели они четвером делаю короче делаем сегодня вы сегодня чё хотели ну вот сейчас еще по бутылочке не давать вот еще литр водки ящик пива вы короче отдыхайте завтра как выспитесь там во сколько хотели начать с 9 и не давай два часа приходите посмотрите и дальше идете бухать на меня поставить до 3 ну серьезно ну они короче рады по приехать по пьясу там давно друзей не видели на следующий день они приходят два часа они пришли пять минут постояли посмотрели друг на друга короче нам здесь делать нечего поехали бухать он говорит это все через три дня один сделать ну и так было реально не три дня за четыре дня я сделал это один все как бы так а качество строительных работ опять возвращаемся малярка отстой полный то есть у людей реально не то что нет нету денег на это нет все забирают они как бы игру это не заморачиваются и потому что нет есть такие которые делают последний был объектом у неё на весь дом уже сделал там со мной познакомилась сауна вот она хочет чтобы там было просто типа тупой подвал бетонный штыки стере вот мне надо пошпаклевать там со светом чтобы да там называется штимминг настроение то есть ты заходишь у тебя протемненный там света в самому женой идут как бы но очень мало такого что да сплошь и рядом нету потом да я здесь написал максимус да у него там это логин называется или как давно написал взгляд на вторую камеру да блин я бы танцевал и пел если да за это видео мне платили как джорджу клуни да столько время занимает вы понимаете да мы делаем просто чистого сердца как бы материального вознаграждения за это давай не так назовем давай давай этот выпуск этот выпуск мы назовем а андрей понял как снимает видео вот расскажи я тебе давай так расскажи нет это даже